МНОГО ВОПРОСОВ МНОГО ВОПРОСОВ О КУНОЧИ Что означает имя вашего персонажа? Имя персонажа означает то, что... Ммм... Интересный, конечно, вопрос. Да что там думать? Я, да, ты видел то, что Кунай ночи. Чёрный Кунай, Кунай куда же кидает ночью и всё такое. Допустим. Сегодня 2 января. А где ваш персонаж? И чем он занят? Превращая зиму в лето. Ха-ха-ха-ха-ха. Если бы персонаж мог изменить свои внешности одну черту, то что бы он выбрал? Ну... В принципе я могу менять внешность как я захочу, если захочу. Магия мне это позволяет. Но... После всего я хочу, конечно, изменить это... Ммм... То, что глаза на самом деле белые. Но она... Как бы... Хотелось бы, чтобы они были красными. То есть не радужная оболочка, а именно... Глазные яблоки. Напишите прическу персонажа в деталях. Почему она такая? Сильно ли персонаж заботится о волосах? Да какие выросли, такие выросли. Чё эти прически сданы, а? Ну, пока укоротить ещё можно. Допустим. Любимое занятие вашего персонажа... Это... Убивать! Убивать! И всё разрушать! Хе-хе-хе-хе. А когда... Последний раз он забирался на дерево? Почему? И при каких обстоятельствах? Если никогда, то почему нет? А зачем забираться на дерево, собственно? Взял, взлетел. Где лов-то? Хе-хе. Ну, конечно, иногда кровати... Было слишком мало, и поэтому... Нужно было спать где-нибудь на дереве. Но это за распространённая практика. Такое листочки... Это... Лучше, чем что-либо ещё. Хе-хе-хе-хе. Ваш персонаж сталкивается лицом к лицу со злейшим врагом. Какова первая реакция? О-о-о-о. Какие люди в Голливуде? Вздохни. Наименее любимое занятие вашего персонажа... это выращивать цветочки и создавать радуга над ними какая любимая погода у персонажа гроза очевидно хотя лучше инферно но интернет не погода это то что я создаю во время года давайте-ка подумать время года такая относительная штуковина не люблю привязываться к времени ненавижу время у персонажа есть фотоальбом с памятными фотографиями а если бы пришлось выбирать чтобы сохранить а лишь одну какое-то было бы фото фото чё прошлый век когда есть вневременное око зачем нужны очки фотографии захотел посмотрел и пережил заново все или иные моменты если у вашего персонажа домашние питомцы о кипящий здор хе-хе-хе правда он обидится если услышит это огромная сороконожка пробегает по ноге вашего персонажа какова реакция на завтрак то ваш персонаж любит есть на завтрак я не читал следующий вопрос я не знаю что ответить я же никогда не ел сороконожек ладно ну допустим так но выбор то небольшой основном какие-нибудь сладкие ягоды странная конечно в ответ какая погода нравится меньше всего а чё так далеко вопрос от любимой погоды а допустим снег чё белый а я серый бока к самая яркая впечатление из детства персонажа а детство это какие временные рамки интересно я не знаю но если так подумать самое глубинное воспоминание это то как я белушу на палкой по голове какие произведения искусства нравится персонажу пишите любые произведения искусства найденные в его доме или офисе о портал с кеном хе-хе-хе самое нелюбимое время года опять далеко вопросы разбросаны да что ж такое то аааа нелюбимая я опять говорю то что не люблю эти времена года допустим если любимая была болеет это нелюбимая конечно же зима холодно черт возьми кто-то просит вашего персонажа описать его семью что он ответит ммм если меня просит описать семью серьезно ну чё я скажу конечно же ничего хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе или нечто совершенно другое нечто совершенно другое вообще а когда хочу тогда встаю когда хочу вот тогда и не встаю очевидно же ведь его наименее любимый цвет это цвета но если так подумать а вот это интересно просто же говоря возьмем на заметку но если выбирать то яркие цвета мне нравится гораздо меньше ну какие мысли наталкивает оранжевый цвет что персонаж чувствует кипящий вздор и кажется он расплавил мне одежду и чистить плоти опять он голодный нужно покормить он ходит в свой дом и видит кровь на полу кого первая реакция или мысль о хавчик а это что такое баллада да ну ладно а кровь чего как выглядит дом вашего персонажа снаружи а каменная коробка опишите опишите как происходит проходит типичный день рождения для вашего персонажа ой 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 столик смертей и столько страданий ммммммммм ммм ну конечно же потом и мат много времени назад ничего этого не было Но повеселиться всегда стоит. С каким мифологическим героем соотносит себя ваш персонаж? С мифологическим? Ммм, мифы. Не знают никаких мифов. Есть сплошная лишь реальность. Каких животных он не любит? Ммм, животных не люблю. Да все они вкусные, по-своему. Полицейские останавливают его из-за незначительного нарушения. И вспоминается то, как эти полицейские... Они заметили то, как он ходит с решеткой в руках. Нормально. Ну а чё... Выпишут штраф, не знаю. Но я все равно. Я законопослушный гражданин. А чём думаешь, вот пешенаж, когда видит красный цвет? Что он чувствует? Ай, все эти... Цвета, цвета, ё-моё. Да я не настолько... Погружённый в искусство, чтобы видеть в цветах какие-то чувства. Красный так красный. Чёрт тут возьми. Ад. Вот что. Красный это ад. Грой. И знакомец делает грубый комментарий в адрес вашего героя. Как он отреагирует? Подыщу. И нету того, кто меня грубо обматерил. А любимое животное у него есть? Какое? Это же было. Или нет? Кипящий вздор. Ой, кип... Ой, кип... Ну ладно, заткнулся. Нет, кипящий вздор. Ты чё? Нет, ты не животное. Ты мой друг. Какой любимый напиток у вашего персонажа? Кровь-дествениц. Одну кровавую море, пожалуйста. Мои любимые, да. Ну... Они придирчив к еде. На самом деле, помидорки. Да-да. Кровавая море из помидоров делается. Какие мысли и чувства вызывает синий цвет? Это заболеется своими цветами. Идите дальше. Как ваш персонаж чувствует себя, когда посещает кого-то в больнице? Аааа... Хейл! И всё. У меня нет никаких больниц. Зафига я нужны больницы, когда есть магия лечения, чёрт возьми? Ваш персонаж... Когда-либо подвергался Хейл в риски операции. Или к другому серьёзному лечению. Чё? Меня пол... Тело разносило в клочья. И ничё. На себя кинул в заклинание какой-нибудь, которое устанавливает. И всё. Чё? Хотя недавно Крайт мне переробил душу и... А чё? Восознавил временной промежуток, где я существовал с душой. И всё. Играет ли он в азартные игры? Персонаж хорошего тема. Да, залбали вы со своими реалистичными вопросами. Так, это ваш вопрос вообще не относится ко мне или к кому-либо другому. С моих миров. В азартные игры. Зачем вообще этим заниматься? Ой, я кажется, три семёрки выбил на руку мандите. Плавать умеет. Но... Как сказать? Люблю ходить по дну, люблю ходить по воде. Плавать не люблю. Так что не знаю, умею ли я или нет. Скорее всего, если сделаю себе реактивный двигатель. А что значит крупных водоёмов? Ээээ. Причём тут вопрос? Не понимаю. Но испарю их. И чё? И ничё. Если у вашего персонажа фобии, насколько серьёзно проявляются? Как повлияли на его жизнь? Ну, на самом деле, я побоюсь немножко о своего прошлого, но... Это всё позади. Нафиг фобии. Это жизнь. Фиолетовый цвет. Залбали. Даже не читай. Персонаж лежит на спине в летний день и смотрит на облака. А хеообразом видит. О, этому человеку перерезали лодку, а этому воткнули нож в печень. Нет, никто не вечен. Ха-ха-ха. Леденящая кровь преступления совершено. Визиальности указывают на персонажа. Он не совершал преступления, но не имеет алиби, чтобы немедленно доказать это. Чё? 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 Это вообще неграмотный, а скформулированный вопрос. Ээээ... Ну, я соглашусь с виной. А чё, между законопорядочной? Ой, я тебе попутал слова, наверное, но ладно. Эээ, а чё, возможно, то, что я его и совершал. Хе-хе-хе. Никто не совершает преступление лучше меня, никто этого не смеет сделать. Если это действительно был бы не я, я вычислю того, кто это сделал. Сам сделаю с ним то, что... Ммм, застынет. Заставит застыть кровь в жилах. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А чё? Потом телепортируйся с тюрьмой в другой мир. А чё? Мне вовик. Я же законопослушный. Вот, вспомнил слова. Хе-хе-хе. Ммм, да. Ммм, действительно, просто немножко не соответствует этому типажу этих персонажей. Персонаж стал свидетелем ужасного преступления. Он отчётливо увидел лицо преступника. Он даже так же знает, что преступник имеет влиятельных друзей. Что персонаж предпринимет. А, залбали. Этот вопрос не из моей категории, я просто их всех вынесу. А если они будут сильнее меня, то чё, я сражался с честью. Наверное. Персонаж видит. А кто-то попал под машину. Постарался ещё жив, но тяжело ранен. Ведом никого. Персонаж предпримет. Хе-е-е-е-л. Какая часть одежды любимого вашего персонажа? Мой чёрный свитер. Как он оденется в обычный день? Чёрный свитер, чёрные брюки. Даже если очень жарко на улице, и там плюс 555 градусов по Цельсию, тёплый свитер, тёплые брюки, это наше всё. О чём персонаж старается забыть? Прошло? Насколько хорошо он способен защищать себя в бою? Он когда-нибудь дрался? Вот. Это уже смешно вопрос. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А-а-ай. Да. Защищай себя в бою прекрасно. Я, чёрт возьми, из боевой нации. Причём универсальный боевой маг. Так что... И в дожка не попадает, по-моему, в категорию вопросов. Ваш персонаж склонен к самоанализу. Чё за брехня. Фу. Насколько он упрям? Он охотнее поделится мнением или промолчит? Конечно, я высказываю своё мнение, даже если оно не требуется. Да, я очень упрямый. Ваш персонаж уверен или самонадеян? Тут что-то очень тонкое. Ээээ... Ну, слушайте, если сравнивать меня с космосом, то... Ээээ... Люди, которые... Им просто самоуверены. Это лишь... Эээ... Молекулы. Понимаете, о чём я? Хе-хе-хе. Такая моя самоуверенность. Намного превышает... Обычную норму. Обычных людей. Хе-хе-хе-хе. Какое хобби является наиболее важным для вашего персонажа? Уничтожайся вокруг. Откройте его бумажник, кошелёк или портфель. Что вы нашли? Правильно. Пустоту. У Коночи нет такого. Откройте ящики... Его стола. Или шкаф. И пишите, что вы там обнаружили. Опять же... Странный вопрос. Как обычно выглядит спальня вашего персонажа? А, чё? Кровати достаточно. И всё. А чё? А чё? Домики-то на один день строятся. Какой стиль мебели он предпочитает? Каменный. Его легче сделать. Какую мебель он никогда не купит? Никакую. Хе-хе-хе. Покупать вообще для собаков. Хотя я думал, строить себе челлендж без своих сверхсил. Но... Деревянную мебель я бы вряд ли купил. Даже если каменный не существует. Ваш персонаж переезжает в новый дом. Что он первый покупает? Ля-ля-ля-ля. Я покупаю её. Я строю сам. А что персонаж играл в детстве? В убивайку. Как он отдыхает? Убиваю. Наконец, хорошая погода. Что делает ваш персонаж? Наслаждаясь жизнью, убиваю всех. Ваш персонаж на задачу с отдыхом удалять цивилизации. Это уже невозможно, если что. Дальше можно даже не продолжать. Шторм, женщины, дети. Нет никого. Особенно гонеза с убежищем. Так. Далять цивилизации. Рядом какие-то женщины и дети. Ну ладно. Допустим. Всех уничтожу и... А, ладно. Если не без трюков, то я, конечно же, создам убежище. Опять же не изменить свой категорий. Это вопрос. Сейчас посреди пустыни его кусает змея. Она абсолютно точно ядовитая. Что предпримет персонаж? Я... Ну что, заглядание антидотов? Врач сейчас сообщает, что персонаж смертельно болен. Как персонаж справится с этой новостью? Хе. Не смейся лица смерти. Ведь покойника могу себя воскресить. В случае чего. И вообще, кому-нибудь нужны врачи? Что персонаж чувствует по поводу собственного старения? Че? Старение для слабаков. Коны очень не стареют. А что насчет собственной смерти? Бла-бла-бла. Как персонаж питается? Мясо ест, предпочитает готовить дома, ходить в ресторан или чувствует... Довольствуется дешевыми сбегаловками. Ну, вообще-то сам готовлю. Че поймаю, то и съем. Ля-ля-ля. Пробеган мимо комбанчик. Вот и с рта он шашлычком. Пробеган мимо... Лось. Вот и стал он шашлычком. Пробегали мимо ягодки. Люблю ягодки. Как он себя чувствует физически? Прекрасно. Насколько персонаж легко подается скуке? Очень легко. И скучно я всегда. Поэтому я стараюсь как можно... Эм... Зубодробительные испытания себе устраивать. Ну, в плане того, чтобы... Вырвать своего внутреннего зверя. И-и-и-и... Повынеслась. Не, на самом деле я довольно-таки... Пацифистит... Патифистит... Че за странные слова. А ладно. А, в общем... Как бы я не любил убивать... Я никогда... Ну, никогда не врежу. Ну, действительно. А это скучно. Напишите... Несколько абстрактных понятий. Свобода, вера. Несколько материальных ценностей. Дом, земля. И несколько эмоциональных привязанностей. Дочь, друг. Теперь введите то, что наш готов бороться или умирать. Неааааа. Свобода, земля, и... Вдруг. Даже добро себя почувствовал. Самый страшный кошмар в прошлом персонаже. Эээ. Я об этом говорил уже. Самое приятное воспоминание. То, как ему тут делал шуна палкой? Что ему снится? То, как ему тоже... Ему тоже шуна палкой? Какой самый страшный сон он видел? Где шуна... Фигачит палкой меня? Ваш персонаж помнит сны? Ммм... На самом деле, я только что придумал. Не. Заветные сны или черно-белые? Хрен его знает. Ненавижу сны. Это лишь галлюцинации. Если у персонажа есть хронические заболевания, как он с ними справляется? Эээ... Однажды утром персонажа просыпается, но солнце не восходит. Что персонаж притримет? Ааа... Подниму солнце сам? Я же селестия, ёпта. На самом деле, просто создам огненный шар. С размером солнца в космосе. И воспользую его вверх. И люди подумают, что это солнце на самом деле. Это яхко ночи. Да, это была неотдачная отсылка на мемпи... Понятно. Понятно. Что персонаж сделает утром в первую очередь? Посыпаешь? Что последнее он делает перед сном? Всыпаю. Кого во всем мире он добит больше всех? Ммм... А вот это вот действительно философский вопрос. Единственный интересный вопрос во всём этом тесте. Так... Кого же я люблю? Ну, я думаю, то что... Ну, всё же таки это шум. Как некрасивый. Ну, что он самотверженно спас меня от рук дьявола. Я его, в принципе, всегда уважал. Ну, в общем... Вот. Наверное. Его, сейчас отойдите. Отойдите, кому говорят, и я сейчас всех уничтожу. Какое воспоминание является наиболее травматичным для персонажа? Эй... Чё? По-моему, такие вопросы уже сто раз были. Какие шрамы, родимые пятна, татуировки или другие познавательные знаки у него есть? Какие истории лежат за ними? М-м-м... Не я чист. Хотя... Я могу себе сделать... Глаза красного цвета. М-м-м... В смысле, надо же на палочку. А не то, как я говорил в начале. Ну, мне просто так нравится. Никаких историй на это нет. Я могу сделать свой белоснежный... Ээээ... Цвет кожи. М-м-м... Серым. В общем, мне нравится серый цвет. Хи-хи-хи. М-м... Как бы вы описали характер родителей персонажа? Ну, на самом деле, персонаж... Родители персонажа довольно непродуманные. Ээээ... Какие отношения у вашей персонажа с семьёй? Я всех убил. Ну, просто потому что потому. Хотя они наверняка воскресились. Эээ... Но... Не хочу с ними больше пересекаться. Не-не-не сказал бы, чтобы я их ненавидел. Просто... Стыд, что ли? М-м-м... Кто является злейшим врагом персонажа? Ну, я думаю, что это Шон. Потому что... А-а-а-а... И всё. Задолбался шутить. На самом деле, мой злейший враг это я сам. Я борюсь с самим собой. Иногда. Большинством времени. Кто является его лучшим другом? Шон? Ну, кипящий вздор. Да-да, кипящий вздор. Ты мой лучший друг. Даже если ты так не считаешь. С какой чертой другого человека ваш персонаж не может мириться, но всё же мирится по какой-то причине? А-а-а-а... Я не люблю, когда персонаж... Чувствует себя каким-то... М-м-м... Всесильным, что ли? Хе-хе-хе-хе. На самом деле, мне не очень нравятся люди, которые любят справедливость и всё такое. Ветя немножко, хотя я выражу его мириться. Привет, Джиггернаут. Привет, Джиггернаут. Привет, Джиггернаут. Если ваш персонаж получает вечи, как он с этим справляется? Эээ, Хилл. Но, так как 28 минут записи, я уже устал о всём этом говорить. И вопросы тут скучные и неинтересные.